Всем привет и добро пожаловать на новый ролик по мобильной игре Черепашки Нинди Легенды и сегодня у нас испытание борьцы с преступностью. В этом испытании 8 эпизодов, ограничено количество героев, будем играть только за негативных персонажей, причем друзья, вижу, будем сражаться в основном против команды муд анималов. Ну по крайней мере здесь трое из пяти, видите, и для первого сражения давайте-ка я возьму герой с двумя массовыми атаками, это Бакстер Стокман и посмотрим как он в одиночку справится с первой волной врагов. Итак, первая волна встречает нас белканоидов и Бакстер Стокман сразу же выпускает маусеров, которые бегут, взрываются и без проблем подрывают, уничтожают первую волну. Вторая волна, в которой уже появился серьезный враг, это мутагеноид, но тем не менее Бакстер Стокман выпускает ударную волну, которая прожигает все на своем пути и выбивает большинство врагов. Итак, вот это уже более-менее серьезно, третья волна, два гигантских робота Крэнгов, плюс слэш, доктор Роквелл, прошу прощения, и еще пульверизатор. Что ж, выбьем пока гигантских роботов, для этого Бакстер Стокман использует ракеты, вот ударом манипулятора выбивает следующего робота и остается двойка мут анималов. Итак, слэш пытается раздавить Бакстера Стокмана, урон минимален, пульверизатор в свою очередь дразнит нашего героя, что смесь Бакстера Стокмана будет жестока и он ударом манипулятора выбивает врага. Итак, выпускает маусеров, которые подрывают врагов, уничтожает и это приносит нам победу. Ну что ж, крут, крут Бакстер Стокман, без проблем, вот проходит первый эпизод, как видите, оказался довольно-таки он непростой, тем не менее, герой классный, прикольный, забавный и мы идем с вами дальше. Так, следующего героя, который я хотел бы потестить, это Армагон. Опять же, две массовые атаки, как вижу, большинство это мут анималы, команда, но появился еще и Кейси Джонс. Что ж, первая волна и нас встречают терминаторы Тараканы и Армагон, используя ракетный удар, просто сметает, подрывает первую волну. Отлично, вот вторая волна, появился уже Кейси Джонс, Кирби Мышь, вот, ну а эту, эту волну мы попробуем расплющить просто благодаря огромному метеору, которых хватает Армагон, сбрасывает на голову врагов, плющит, уничтожает и мы идем с вами дальше. Ну что ж, довольно-таки хороший удар получился Армагона. Третья волна, и здесь уже, опять же, тройка мут анималов. Видите, это Гулупит, это Кожеглов и еще Мандагека. Вот, выбиваем врагов понемножку. Вот, начнем-ка мы, опять же, с Крэнгов, вернее, с роботов Крэнгов. Итак, Армагон грызет одного, догрызает второго, а вот уже с тройкой мут анималов нужно будет как-то собраться. Так, враги атакуют, вражеский Мандагека бросает гранату, а что же Кожеголов? А Кожеголов рычит и привлекает внимание к себе, оскорбляя, вот, Армагона. Что ж, Армагон его грызет, вот, удается снять броню и накрыть весь вражеский отряд ракетным ударом. Мощная атака, взрыв и победа. Ну что ж, друзья, вы видели, Армагон тоже очень непрост, довольно-таки крутой, забавный герой, и мы идем с вами дальше. Итак, друзья, для следующего эпизода, да, соберем награду ДНК Пульверизатора. Я думаю, мы возьмем, опять же, герой с двумя массовыми атаками, и это будет Стиранка. Вот, кстати, один из любимых моих героев, вот, Биши, Стиранка, встречает терминатора таракана плюс два человека гриба. И Стиранка доставит свой пулемет, и смотрите, как круто, он просто скашивает первую волну при помощи пулеметной очереди. Здорово. Ну что ж, следующая волна, вот, уже встречаем Макмена, Пульверизатора, плюс два гигантских робота Крэнгал. Тем не менее, Стиранка достает гранатомет, мощный выстрел, взрыв, вторая волна уничтожена, и мы переходим к третьей. Вот, здорово. Ну что ж, очередная двойка Амута немало, плюс к ним подсоедился еще и Амута Геноид. Ну а я по старому, как бы, сценарию подрываю вначале роботов Крэнгов, а потом уже займемся и тройка героев. Вот, тем временем, Голубь Питт исцеляет себя и свой отряд, поедая хлебушек. Доктор Роквелл пытается нанести урон телекинезом. Вот, один из роботов гигантских стреляет. Ага, даже, вот, привлекает к себе внимание, а Амута Геноид тем временем бьет ладонями по земле, используя массовую атаку. Что ж, добиваем робота, а теперь будем пробовать, вот, уничтожить вражеский отряд. Причем, друзья, у меня обновилась способность выстрел из пулемета. Вот, и Сиранку осталось только добить всех оставшихся врагов. Да, это было круто, это было здорово, хорош. Сиранка, это без вопроса, без проблем уничтожил оставшихся врагов, и мы идем с вами дальше. Итак, ДНК Макмена, наша награда, и мы переходим к четвертому эпизоду. Итак, да, давайте-ка, друзья, я посмотрю, кто у меня еще есть с двумя массовыми атаками. Вот, попробуем пойти дальше. Итак, друзья, Пиццилицы, опять же, один из моих любимых героев. Интересно, как он справится вот с врагами. Ого, друзья, здесь целых четыре волн. Ну что ж, надеюсь, что Пиццилицы справятся. Итак, в первой волне он просто заплевывает врагов раскаленным сыром и без проблем сметает первую волну. Вот, второй появился пульверизатор и мандагека, и мы их попробуем уничтожить при помощи, опять же, массовой атаки. Это кальционы. Вот, итальянские блюда очень похожи на вареник. Вот, бросил его, уничтожил, и как-то так. Отлично. Итак, добрались до третьей волны, и здесь я уже использую зомби-пиццу. Вот, метает ее Пиццилицы, отлично выбивает гигантского робота Крэнгов, вот, но один из роботов Крэнгов прокачивает скорость. И теперь враги будут двигаться намного быстрее, что, конечно же, не очень здорово, а тем не менее, надеюсь, мы справимся. И да, смотрите, что делает Кажегалон. Он оскорбляет Пиццилицева и привлекает внимание к себе. В свою очередь, Пиццилицева наносит серию ударов нучаками из копченого сыра. Вот, слэш, в свою очередь, бьет Пиццилицева, но урон минимален. Ага, Кейпи, мы же даже пытались использовать ультразвук, но это ему не получится, не удалось. Вот, продолжаем битву, и у Пиццилицева обновилась способность плевка раскаленным сыром. Здорово, итак, слэш уничтожен, а вот Кирбимыш выживает и, в свою очередь, даже подлечивается. Что ж, я думаю, ненадолго. Вот, ударом нунчак из копченого сыра, вот Пиццилицев все-таки добивает врага, и мы переходим к первому боссу. Итак, босс, это шагающий танк Крэнгов, против которого и предстоит сразиться Пиццилицеву. Ну что ж, посмотрим, что я могу сделать. Итак, по-моему, сейчас у меня должен обновиться способность, да, вот, либо зомби-пиццы, либо кальционы. Вот, давайте-ка мы метнем зомби-пиццу. Итак, бросок, и шагающий танк Крэнгов уничтожен. Да, это было круто и здорово. Ну что ж, хорош, хорош Пиццилицы, без вопроса. Вот, в одиночку уничтожил всех врагов, и мы идем с вами дальше. Итак, наша награда. Наша награда, это ДНК Мандагека, супер. Ну вот, друзья, итак, половину дистанции мы прошли. Берем пятый эпизод. Вот, я думаю, было бы неплохо еще несколько героев взять с двумя массовыми атаками. Давайте-ка я посмотрю, кто у меня есть. Вот, есть Микюн. Он, в принципе, тоже может использовать две массовые атаки. Вот, есть у нас кролики с двумя массовыми атаками. И еще, вот, Крэн классический. Ну, давайте-ка, друзья, я пока попробую, вот, взять из Микюна. Правда, уже враги пошли сильные. Не факт, что из Микюна удастся справиться без проблем. Ну, посмотрим. И так, сразу же массовая атака, это, вот, бросок с шипами. Из Микюн с первого удара сметает первую волну. Вторую волну мы попробуем уничтожить, выпустив облако спор. Опять же, особая атака из Микюна. Ну, вот, просто супер. Вот, а вот, старейки волной, как вы понимаете, уже будут проблемы, так как массовых атак не осталось. Ох, ничего себе. И еще, человек-гриб, вот, вражеский юнит прокачал укладнение. Теперь, вот, удары из Микюна будут проходить мимо. Тем не менее, из Микюн метает кусочек слизи, выбивает человека-гриба. Вот, вражеский донь, тем временем, еще прокачал дополнительную броню. А, вот, железная голова привлек внимание к себе, оскорбляя из Микюна. Ну, что, интересно, сумеет ли он его вывести? Даже половину здоровья не сумел снять из Микюн. Что ж, чувствую, это бой будет непростой. Вынужден атаковать железную голову. И да, враг повержен. А вот, Донни мультяшники временем забрасывают из Микюна сюрикенами. Урон минимален, тем не менее, неприятен. Вот, враги продолжают атаковать, но у Микюна обновилась способность броска шипов. Супер! Ну, что, остался только Донни, которого и добивает своими лапами, корнями, Микюн. И мы переходим к четвертой волне. Итак, тройка мута немало, плюс еще к ним присоединился Раф. А вот, Микюн тем временем, вот, пытается выбить гигантского робота Крэнга. Отлично! Вот, мута немалые пошли в атаку, пинают нашего Змикюна. Кожеголов, в свою очередь, пытается его, вот, оглушить, привлечь внимание к себе. А Раф прокачивает ярость. Это уже, кстати, тоже не очень здорово. Теперь враги будут наносить дополнительный урон. Тем не менее, вот, Змикюн выпускает споры и наносит массовый урон. Он выбивает Рафа и Голубя Пита. Пытается добить Кожеголова. Кожеголов неплохо держит удары. Но Слэш, в свою очередь, давит нашего Змикюна. Вот, кстати, проходят удары. Удалось ему, вот, снять часть здоровья. Кожеголов тоже добавляет. Но Змикюн заканчивает бой со Слэшем, выбивая его шипами. Здоровье Кожеголова немножко еще держится в красной зоне, но тоже ненадолго. Итак, это победа. Хороший бой, хорошая битва. Итак, я считаю, Змикюн очень неплохо себя показал. Вот, получил награду 2 ДНК Мандагека, что, опять же, здорово радует. И мы переходим к следующему эпизоду. Итак, друзья, давайте-ка возьмем, опять же, какого-то классного героя. И я думаю, это будут кролики. Кролики Маусеры. Вот, которые, попробуя в одиночку пройти, опять же, большинство вражеских атак. Ну, посмотрим, удастся ли это. Враги с каждым уровнем становятся все сильнее. Но наши кролики довольно-таки сильны. И надеюсь, что вот такой вот урон, удар из плазменной пушки, в которую трансформировались кролики, должен спести первую волну. Получилось. Вот, неплохо сработали кролики. Итак, вторая волна. На сей раз кролики трансформируются в огромного робота. Вот, который наносит мощный удар, как правило, сметающий все на своем пути. Супер. Вторая волна уничтожена. Третья волна. Что я могу здесь делать? Я могу трансформировать наших кроликов в огромное колесо. Которые наносят сокрушительный удар и выбивают гигантского робота Крэнгов. Здорово. Тем временем, Микеланджело из мультика использует дымовую бомбу, пытается контратаковать. Вот, враги обстреливают наших героев. Вот, это гигантские роботы Крэнгов. Вот, Макмен почему-то не бездействует. Ага, вот, активизировался. Он забрасывает кроликов мусором. Ну, а кролики, в свою очередь, атакуют роботов. Отлично. Вот, пытается что-то как-то сделать Микеланджело. Наносит серию ударов. Ну, а вот кролики, сейчас я вижу, должны уже обновиться способности. И тогда я смогу использовать массовые атаки. Итак, Макмен идет в битву. Пинает кроликов. Да и Микеланджело прокачивает уклонение для своего отряда. Что, конечно же, очень не здорово. Вот, ну, надеюсь, что вот удары кроликов пройдут. Ну, частично удалось снять с первого удара и добиться второго. Вот, Макмена. Отлично. Вот, есть возможность поджарить Микеланджело. Вот, и кролики не спускают шанс. Трансформируется в плазменную станок. Выжигает часть жизни. Вот, Микки выживает, но ненадолго. Все-таки добивает врага и приходит к следующей волне. Итак, друзья. Трой кому-то немало. Плюс левомультяшный. Плюс человек-гриб. И человек-гриб прокачивает уклонение, что очень нехорошо. Но надеюсь, что суперудар кроликов, который трансформируется в огромного робота, трансформера кролика, снесет и уничтожит. Да, вот, четырех из пяти удалось уничтожить с первого удара. А последним мы пытаемся справиться с кожеголовом. Мощный удар, трансформировавшийся кролика в огромное колесо, приносит нам победу. Да, это было круто, это было здорово, хороший бой, хорошая победа и мы идем с вами дальше. Что ж, здорово, неплохо себя показали кролики. Удалось получить награду ДНК доктора Роквелла и мы переходим к седьмому эпизоду. Итак, друзья, очень серьезный, мощный враг и я не уверен, что умеет ли следующий герой с двумя массовыми атаками справиться. Это у нас кран классический. Вот, давайте-ка я рискну. Если же не получится, тогда уже будем формировать более сильные отряды. Итак, кран классический идет в атаку. Вот, выбирается из портала, из иного измерения. Как видите, вот люди грибы первыми атакуют. Вот, пытаются прокачать уклонение, прокачивает защиту. Ой-ой-ой, итак, не уверен, сумеет ли наш кран классический справиться, но я попробую накрыть врагов при помощи реактивного удара. Вот, при помощи ракет кранга классического. Мощный удар, вот здорово. Остался один человек грипп, он пытается что-то сделать, но я не думаю, что он сумеет что-то противоставить нашему крангу классическому. Удар и первая волна уничтожена. Супер, ныряем в портал, вот переходим к следующей волне, а следующую волну я попробую просто выжить при помощи пушки технодрома, которого призывает кранг. Вот так, нажимая что-то нащупальцами, вот выползает технодром, стреляет и без проблем сметает вторую волну. Вот с третьей уже придется нам посерьезнее. Так, Железная Голова, Морозная Кошка, еще Кейси Джонс и Макмен. И давайте-ка я усилю нашу атаку. Для этого кранг классический вытаскивает себя же из своего комбинезона скафандра, призывает атаковать, прокачивает этот бонус. Вот, но это все, что нам пока удалось. Враги атакуют, причем Кейси Джонс ударом шайбы со взрывчаткой снимает довольно-таки приличную часть жизни. Кранга классического. Морозная Кошка оглушает, Макмен стремится в атаку, а Железная Голова вызывает огонь на себя. И так, друзья, я не уверен уже в нашей победе. Смотрите, что делают враги. Итак, Кейси Джонс еще метает и гранату. Вот, Морозная Кошка в свою очередь прокачивает скорость. И так, друзья, очень-очень непросто здесь будет победить. Вот, Макмен еще и швыряется мусором. И, как видите, вот третью часть уже Крэнга классического враги сняли. Плюс еще удар ракетами от Железной Головы. В свою очередь, вот, Крэнг классический тоже забрасывает врагов ракетами. Итак, ядерный удар выбивает Макмена жизнь оставшихся врагов в красной зоне. Тем не менее, ах, ты вредная Морозная Кошка. Она восстанавливает жизнь, угощая друзей сырным мороженым. Но, возможно, вот сейчас я все-таки использую вот как и следующую массовую атаку. Хотя, лучше ее приберечь для следующей волны. Вот, давайте-ка. Хотя, смотрите, здоровье уже Крэнга классического меньше половины. Если дальше так пойдет, мы проиграем. Что ж, тем не менее, я пытаюсь уничтожить Морозную Кошку. Мощный удар, да. Враг повержен. И так, без лекаря никак. Без лекаря никак. Давайте-ка я еще усилию нашу атаку. Вот, возможно, этого хватит, чтобы снести следующую волну. Вот, и так, что же Кейси Джонс? Он пытается нанести удар клюшкой. Ну, а я швыряю перчатку вот с шипами, пытаясь его уничтожить. Ох, как Кейси Джонс здорово держит удары. В свою очередь, поджаривает Крэнга классического. Уменьшает скорость, но Крэнг все-таки добивает его ударом своей перчатки с шипами. И так, четвертая волна, друзья. И мне кажется, это будет проигрыш. Вот, и так, полностью команда Мута Немалу, хотя не хватает Мандагека. И голый Пит пытается заклевать нашего Крэнга классического. Доктор Роквелл забрасывает его холодным оружием. Вот, налаживает негативный эффект, постепенное уменьшение здоровья. И это проигрыш. Вот, недостаточно, недостаточно сил было у Крэнга классического. Если бы я взял еще Лекаря, тогда бы он подлечил, и мы прошли этот раунд. Тем не менее, массовая атака, выстрел из Технодрома, вот, выжигает часть вражеского отряда. Слэш напрыгивает и уничтожает Крэнга классического. И это поражение. Да, бой получился прикольный, классный, но мы проиграли. Что ж, ничего страшного, друзья. Вот, делаем выводы, что здесь надо идти командой. Вот, полностью защита здесь не пройдет. И да, давайте-ка для первого, вот, для следующего боя я уже возьму тех героев подряд, которые не играли. Итак, Бакстер Муха Лекарем будет. Рахзар. Еще у нас есть нейтрализатор. Змея Карай и Крис Брэдфорд. Вот, этим отрядом мы и пойдем. И, надеюсь, он неплохо себя покажет. Итак, первая волна. Люди Грибы. Вот, соответственно, сейчас пойдут массовые атаки. Вот, прокачивает уклонение. Пытается запинать Бакстера Муху. Он неплохо держит удары, но нашему отряду немножко достается. Вот, приходится держать удары. Вот, одна надежда на нейтрализатора. Тем не менее, давайте-ка потестим удар Бакстера Мухи. Вот, метает какую-то кислоту, оглушает одного из грибов. Вот, Рахзар, в свою очередь, привлекает внимание к себе. Вызывает на бой. Змея Карай пытается использовать массовую атаку. Урон ультразвуком. Да, выжигает здоровье большинства врагов. Кроме того, друзья, Крис Брэдфорд прокачивает дополнительную защиту. Теперь враги смогут наносить только минимальный урон. Отлично. А вот нейтрализатор добивает ударом хвоста телепорта. Супер. Ну что ж, первую волну мы неплохо прошли. Переходим ко второй. Итак, тестим удар Бакстера Мухи. Ядовитый плевок выбивает гигантского робота. Вот, Рахзар ударами когтей выбивает второго. Змея Карай кусает третьего. Просто великолепно. Интересно, что сумеет. Удаст ли Крису Брэдфорду выбить четвертого. Да, здорово. Итак, выстрел гранатомета нейтрализатора я пока приберегу. Выбиваем очередного врага. Просто метнул его диски. Вот, отлично. Итак, частично команда Мута немалов. Было бы здорово выбить морозную кошку. И давайте-ка я попробую это сделать. Итак, Бакстер Муха снимает часть жизни. Рахзар пытается ее добить метну когти. Да, удалось. Вот, дальше попробуем справиться с Кисси Джонсом. Заплевывает змея Карай ядовитым плевком. А Крис Брэдфорд тем временем прокачивает атаку, разбивая доску. И да, ракетный удар нейтрализатора. Вот, сметая сразу же двоих врагов. Выживает железная голова. И то ненадолго. Вот, Бакстер Муха его добивает. Здорово. Итак, команда по сути Мута немалов. Не хватает только Мандагека. Тем не менее, надеюсь, что мы справимся. Итак, Рахзар ударом когтей снимает часть жизни со слэша. Змея Карай его добивает. Отлично. Вот, в свою очередь, Крис Брэдфорд пидает голубя Питта. С первого удара уничтожает противника. Ну, просто супер. Посмотрим, что сделает Змея Карай. Ничего не может сделать. А как насчет Бакстера Мухи? Тоже вот нанес плюшку, но Доктор Вау Роквел выживает с третьего удара. Удалось лишь добить противника. А вот теперь займемся и кожеголовом. Да, в два удара удалось поразить противника. И мы переходим к боссу. Итак, шагающий танк Рэнга, которого и надо запинать нашим героям. Так, давайте-ка посмотрим, насколько он будет хорош. Вот, поднялся на ноги, трансформировался и выпускает. Нет, ничего пока не выпускает. Ну, тогда мы будем его первыми атаковать. Итак, Змея Карай пытается нанести урон ультразвуком. Бакстер Муха тем временем угощает героя какой-то сыроводкой, усиливая атаку. И исцеляя, Рокзар привлекает внимание к себе, ну, а наши герои, надеюсь, его запинают. Итак, удар ноги Криса Брэдварда, и большая часть шагающего робота уничтожена. И осталось его добить просто выстрелом плазменной пушки нейтрализатора. Да, это победа. Хороший бой, хорошая битва, и мы идем с вами дальше. Наша награда 3 звездочки, просто супер. Что ж, посмотрим. Вот в награду еще дали ДНК Кожеголова. Вот, и мы переходим к финальному восьмому эпизоду. Итак, друзья, давайте-ка возьмем те герои, в которых, опять же, не участвовали. Крис, это Ксевер Монтес, это Острозуб, это Крысиный Король, Биба Писфильма и еще Зэк. Друзья, плохо, что здесь нету Лекаря. Кстати, давайте-ка посмотрим, кто у нас еще остался. Это Крип, Хан, Бибап Мультяшный, Саблезуб, Супер Шреддер, вот Рок Стэди Кролик, Шреддер Классический, Паукус, Бибап, Тигрины Коготь, Рок Стэди Мультяшный, Джастин, Шреддер из мультика, Лисичка Лапекс, Нейтрализатор, Рок Стэди, вот Бибап и Рок Стэди Классический. Итак, друзья, я подумал, давайте-ка возьмем Супер Шреддера. Вот это СА, очень мощные враги, мощная атака, без Супер Шреддера никак не получится. Ну и вот возьмем его напарников. Итак, переиграем, переиграем данную миссию. Итак, Рок Стэди Бибап, Тигрины Коготь, Шреддер Классический, и еще бы помощь, им было бы здорово взять кого-то. Давайте-ка возьмем Шреддера из мультика. Ну, как-то так. Либо вообще взять троих Шреддеров и Рок Стэди Бибапа тоже, мне кажется, был бы неплохой эпизод. Ну, пусть будет как-то так. Так, давайте-ка посмотрим, как сработает наш отряд из двоих Шреддеров и их помощников. И первую волну было бы здорово сразу же смести. Для этого я использую особую атаку Тигриного Когтя. Не все так просто. Как видите, враг оказался силен, тем не менее, выстрелом из пояса. Бибап добивает очередного врага, оставшихся, надеюсь, уничтожит Шреддер мультяшный, призвал нить. Итак, мощная атака, первая волна уничтожена. Отлично. Вторая волна, гигантские роботы Крэнгов. Для этого нам нужен суперудар, для чего и использует вот Супер Шреддер особую атаку. Ванзай костяные, кунаев в землю, шипами из-под земли. Он просто, шутя, смертает первую волну. И последнего робота просто забодает Рокстеги. Отлично. Итак, третья волна. Вот это у нас мультяшные черепашки. Как они сюда попали, непонятно, но мы начинаем битву. Итак, Тигрины Коготь атакует мечеты. Катана против мечеты. И Тигрины Коготь наносит смертельный удар. Вот удалось еще навешать негативный эффект дебаф на Лео. Это постепенное уменьшение здоровья. И Бибап его добивает выстрелом из лазера из пояса. Отлично. Дайте попробуем справиться с Микки. Особая атака Шреддера мультяшного. Удар сверху. И что же? И Микки выживает. Но ненадолго. Супер Шреддер метнул Кассина и Кунаи. Побеждает и этого противника. Да. Отлично. Остался Донни с Рафом. Раф тем временем призывает, вызывает наших героев на бой. Привлекая их в себе внимание. А Донни активирует дополнительную защиту. Вот я не думаю, что Рафу поможет то, что он призвал. Вот вызвал огонь на себя. Итак, Тигрины Коготь его оглушает. Биба пытается пробить защиту. Как-то не особо. Это у него получается. Но возможно следующий герой сумеет как-то лучше. Итак, Шреддер наносит мощный удар. И что же? И очень круто. Раф держит удары. Смотрите. Контратакует. Вот. Я думаю, что от каменной глыбы Рокстаги ему точно не уцелеть. Итак, мощный бросок. Нет. Раф уцелел. Раф уцелел. И в свою очередь тоже контратакует. Ну, а я активирую Супер Сердце Супер Шреддера. Вот благодаря Мутагену у нас проявляются две способности положительные. Это постепенное исцеление на три хода плюс дополнительная защита. Вот. Кроме того, надеюсь, уклонение, которое прокачал Биба, нам поможет в следующей битве. И Тигрин и Коготь зацарапывает Рафа. Просто чудесно. Итак, остался только Донни, вот которого мы и попробуем победить. Шреддер наносит мощный удар. Вот. Плюс удар Супер Шреддера. Ну, как здорово Донни держит удары. И еще один удар от Бибапа. И это еще не все. Плюс. Ага. Двойная атака Бибапа все-таки приносит нам победу. Итак. Полная команда Мута. Анималов, правда, не хватает Мандагека, но по мультику он подсоединился только вот в конце. А вначале было вот такой вот состав. Голубит, Слэш, Доктор Роквелл и Кожеголов. И да, у Рокстади Мультяшного есть сейчас массовая атака. Он прожаривает Мут Анималов при помощи огнемета. Неплохой урон. Но, как видите, враги выживают. Тем не менее, Рокстади навешивал негативный эффект постепенной уменьшения здоровья. И я попытаюсь добить Голубя Пита. Проходит мощный удар Тигриного Когтя, но, как видите, Голубь Пит выживает. Вот, тем не менее, бой заканчивает Шреддер, добивая этого врага. Дальше попробуем добить Доктора Роквелла. Проходит серия ударов Супер Шреддера, но враг выживает. Что ж, ненадолго. Вот при помощи клеевой бомбы все-таки Бибап побеждает и этого противника. Тем временем, Слэш приходит в ярость. Ударом своей дубины он пытался расплющить Бибапа, не получилось. А вот Кожеголов, в свою очередь, вызывает врагов на бой. Что ж, ненадолго придется это держать. Тигриный Коготь выжигает при помощи лазера Слэша. А Шреддер Мультяшный, тем временем, восстанавливает и усиливает наш отряд, прежде чем пойти в финальную битву. Вот, мощным ударом Серпа и Молота пытался добить Кожеголова, а Роквелла не получилось. Тогда давайте-ка попробуем призвать Нинзи. Нинзи и Шреддер идут в атаку и все-таки запинали беднягу Кожеголова. А мы добрались с вами до финального босса этого испытания. Итак, финальный босс это шагающий танк Ренга. Причем, посмотрите, какой он крутой, большой и страшный. Вот, высокого уровня, не просто его будет победить, но я уверен, у нас все получится. Итак, Супер Шреддер наносит уроны своими Кунаи. Их ничего себе, с первого же удара снимает третью часть. Беба пытается его поджарить своими лазерами с пояса. И как это неудивительно, со второго удара нам удалось поразить противника. Это победа. Это победа, хороший бой, хорошая битва, и мы идем с вами дальше. А наша награда это ДНК слэша. Просто супер. Ну что ж, друзья, сегодняшнее испытание борцы с преступленностью пройдено. На этом я с вами уже буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, понравилось, не понравилось видео. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте правым верхним углом на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok